Сегодня в библиотеке непривычно многолюдно. Около 70 ребят. Гимназисты часто бывают здесь на правах соседей. Выступают коллективы Дворца культуры Протягайловки, ансамбль народного танца «Ариэль». Я думаю, будет очень интересно, будет весело. Вы видите, вот они слышат уже музыку, уже танцуют, пляшут. Ну, что-то, может быть, они узнают для себя, какие-то загадки будут отгадывать. Мои эмоции остаются от этого праздника самые светлые. Это вкусный, веселый праздник Масленицы. Каждый год я хожу к своим друзьям, знакомым, и мы вместе едим блины. Со второй половины недели начиналась «Широкая масленица». Хозяйственные работы прекращались, разворачивалось празднование. Масленичные гуляния сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой были масленичные песни. Парни устраивали в селах розыгрыши. Подпирали двери бревном, засыпали снегом ворота и окна. Рядились вывернутые шубы, пугали прохожих. В библиотеке также веселые игры. Тут и проводы зимы, загадки и шутки, танцы и забавы. Ребята с удовольствием участвовали в представлении вместе со сказочными персонажами. Масленица длится 7 дней. Масленицы кушают блины, всех прощают. Очень вкусно и много гуляем. Весь весело. Мы ходим к бабушке, к дедушке, празднуем праздник Масленицы. Кушаем там блины. Сказочные герои сменяются зажигательными соревнованиями. Веселье в самом разгаре. Дети с радостью катают снежные комки и прыгают в мешках. В конце праздника не обошлось без традиционного блюда. Кстати, пекли блины по особенному фирменному рецепту сами работники библиотеки. Елена Расланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.